МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Кемерово, мы с тобой". Далеко за пределами города, оцепеневшего от ужаса, а главное, необратимости того, что произошло, и чего невозможно исправить, это слова, в которых не оставалось ни капли формальности. Эти кадры первых минут катастрофы, эти крики, куда еще оставалась надежда, и это молчание, от которого, кажется, у всех вокруг закладывало уши, когда в эпицентре то и дело вспыхивал новый огонь, а надежда кого-то найти давно и тлеть перестала. После такого разве можно было кому-то даже подумать? Я там не был, я там не знал никого. Мы, конечно, с тобой, но лично меня это пока не касается. Никаких нет сомнений. Чиновники в кабинетах, теленачальники, бухгалтеры, блогеры, доктора и таксисты, глядя на страшные кадры и слушая жуткие сводки, не скрывали слез и эмоций, думали, мысленно произносили или даже шептали под нос. Кемерово, мы с тобой. А многие наверняка еще и жалели. Но почему до того, как это случилось, в чьей-нибудь голове не возникла идея вспомнить о безопасности в этих торговых дышугубках? Или, ну почему меня не было рядом, когда спасатели без масок не давали отцу или матери вернуться на тот злополучный этаж и хотя бы попытаться спасти, отыскать? Как сейчас кажется, можно же было этим людям в спецформе, но, черт побери, беззащитным внушить. Не смей, не мешай. Ведь кто сейчас скажет, что лучше? Умереть во время этой попытки или жить с мыслью? Мой ребенок там задыхался, звал на помощь, а я... Кемерово, мы с тобой. И это не пустые слова, потому что больно, а может и стыдно. Почему мы узнаем друг о друге не в радости? Этого человека зовут Олег. Мы с ним сидели за одной университетской партой, какое-то время даже вместе работали. Потом, как часто бывает, дороги разошлись. Он переехал в небольшой город в нескольких сотнях километров от Кемерово. Я оказался в Москве. И нет, чтобы за все это время хоть раз позвонить, спросить, как дела, поздравить с рождением сына, потом с тем, что он пошел в первый класс, потом с медалями и победами. Но о том, что у моего старого друга есть сын, я узнал только на этой неделе. Вернее, был сын. Десятилетний Вадик Чмыхалов. Это поездка из мысков в Кемерово в Зимнюю Вишню с его бассейнами, кинотеатрами. Ну вот и все. Я больше не буду прежним. Ну вот и все. И все разлетелись надежды. Как бы я хотел вас всех обнять И просто о многом молчать. И зимняя вишня уже не горит. Кричала несчастная мать. И сердце уже не будет стучать, как всегда. И встали часы, и будут длиннее года. Вы ангелы наши, мы будем молиться за вас Каждую секунду и час. Ты все равно жив И в сердце ты моем навсегда Ты все равно жив Но так распорядилась судьба Ты все равно жив И ангелы с тобой легко Летят высоко Летят высоко Ты жив И в сердце ты моем навсегда Ты все равно жив Ты все равно жив Но так распорядилась судьба Ты все равно жив И ангелы с тобою легко Летят высоко Летят высоко Летят высоко Летят высоко Субтитры создавал DimaTorzok